Девочки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хотела вам снять одно такое, наверное, важное видео по тем вопросам, которые мне постоянно поступают в комментариях, в личных сообщениях, в Инстаграм. Кто-то даже меня находит и пишет. Карина Попак мой Инстаграм. Кстати, если вы хотите задать какой-то вопрос и быстрее получить на него ответ, то пишите мне в директ в Инстаграме. Я сейчас отвечу вам на часто задаваемые вопросы. Что касается нашего дома. Такие популярные вопросы, как что у нас на полу, какая плитка, либо ламинат, что это вообще такое. Хотя я на некоторых моих первых видео, что касается ремонта нашей квартиры, я оставляла в инфобоксе эту информацию. Но, видимо, кто-то не находит те видео, поэтому эта информация будет здесь. Потом следующий очень часто задаваемый вопрос. Что у нас на кухне, из чего фартук, какая марка этой плитки, вообще что это такое, где купили, где купили, что купили, сколько стоит. Далее. Наш диван, наша кровать, декор, вот и всё такое. Я всегда рассказываю, какой магазин, где купила. Если это греческий оффлайн-магазин, я говорю, что купила в Греции. Но я, с другой стороны, понимаю, что меня, кстати, смотрят также девочки, девушки из Греции. И тоже это интересно вам. И интересно, где я что купила вот именно в Греции. Так что в этом видео будут ответы на все ваши вопросы, что касается нашей мебели, что касается наших кое-каких материалов. То, что мы делали под заказ, я оставлю тоже фамилию мастера, который это делает, но он в нашем городе. Я не знаю, насколько вам это поможет, но тоже оставлю. Сделала такой списочек. Буду также подписывать прямо на экране название, либо какую-то информацию. И также продублирую всю эту информацию в инфобоксе под видео. Так что обязательно раскрывайте инфобокс и смотрите. И я надеюсь, что я отвечу на все-все ваши вопросы. Если еще что-то будет, то под этим видео, если какие-то вопросы останутся, под этим видео оставляйте комментарии, либо какие-то ваши вопросы, запросы, что угодно, какую-то информацию, которая вас интересует. И я обязательно сниму еще одно видео с ответами на ваши вопросы. Так что все, поехали. И продолжайте смотреть, если вам это интересно. Ребятки, смотрите, ради интереса вот эта вся работа была проделана, подписана, все магазины. Надеюсь, вам сейчас видно прям по комнатам. Так что поехали. Давайте начнем как раз-таки с этой комнаты, где мы сейчас и находимся. Мы находимся в нашей гостиной. Рум-тур я уже вам снимала, я показывала, но... Да, придется еще раз это делать. Самый первый вопрос, и который у меня наиболее часто задаваемый, это что у нас на полу. Я сделала специально скриншот, видео, где я показывала. На полу у нас плитка. Да, немного грязно, потому что я сейчас еще собираюсь распаковывать наш робот-пылесос и буду пускать его на очистку. На полу у нас плитка Novela называется, граниты с венто и цвет Kentwood White. Размер плитки 15 на 90 сантиметров. Так что плитка на полу, это не ламинат, хотя очень-очень похоже. Он достаточно светлый, светло-серый, смотря при каком освещении мы смотрим, немного появляется такой бежеватый оттенок. Далее, девочки, второй по такой самый тоже часто задаваемый вопрос. Диван. Наш диван называется Tetris. Диван угловой, но вернее его можно разделить на две части. То есть вот это одна часть, это вторая часть. Сделаны просто вот такие огромные-огромные, как кушетки. И вот эти вот уголки, подушки, подушки эти очень тяжелые, они просто безумно тяжелые. Я выяснила, там внизу на дне вот этих подушек находится такое, видимо, дерево какое-то, прям чуть ли не массив, я не знаю, очень тяжеленное. Здесь набиты чем-то, ну, таким достаточно мягким, но тверже, чем само сидение дивана. И у нас два уголка, получается, и две вот такие вот прямые подушки. Ну и плюс вот эти вот подушечки. Диван у нас в компании, я заказывала в Афинах. Ой, меня кот зацепил шнурок на моей кофте, не дает мне снимать. Диван заказывала в Афинах, и страница в Facebook EpiPlayless Grigoropoulos. Тоже подпишу вам все. Называется диван Tetris. Tetris почему? Потому что его можно ставить как угодно. Его можно соединить, сделать два, ну, то есть, как кровать, да? Его можно поставить таким углом, другим углом, можно разделить, поставить в два разных конца комнаты, можно поставить друг напротив друга, ну, то есть, как угодно. И также эти подушки все можно менять. Можно заказывать побольше подушек, поменьше, можно менять размеры этих диванов, то есть, как угодно. Когда мы заказывали диван, мы просили сделать сидение дивана немного потверже, чем представлен был образец в магазине. Да, у них есть магазин, сайт у них, к сожалению, не работает, но тоже на всякий случай вам оставлю все контакты. И цена зависит от размера, от материала, то есть, материал можно тоже менять, какой вам хочется, цвет, материал, ткань саму, да? И также вот то, что мы хотели его потяжелее сделать, потверже, тоже от этого всего зависит цена. И у нас этот диван обошелся в 1900 евро. Да, он не дешевый, но он просто обалденный. Он, я не знаю, он идеальный. Я, кстати, смотрела у них на странице в разных цветах, ну, кто-то другие люди, да, кто заказывал. В любом цвете смотрится идеально. И здесь есть вот такие металлические ножки. Такие, видите, они как блестящие, то есть, отражающие такие. Абсолютно минималистичные ножки, их не видно, об них не ударяемся, ни разу никто не ударился. В общем, диван крутой, и кто девочки в Греции, я вам его советую. Далее у нас тумба под телевизор. Мастер был, мастер у нас Димуляс, Йоргас и Тасус. Это два брата. У них своя, как компания, получается, в нашем городе, в Пиргасе. Тоже имя напишу. Они нам делали вот этот, вот эту тумбу под телевизор. Они нам делали кухню, и они нам делали много чего. Тоже буду вам по ходу рассказывать. Так что тоже имя их напишу. Далее. Это кресло. Такое темно-темно насыщенный синий цвет. Бархат. И немного похож материал вот бархат на диван. Но все-таки у дивана немного плотнее, наверное, ткань. Это чуточку такая, знаете, помягче. У нас таких кресла два. Одно стоит у меня в офисе на деревянных ножках. Очень удобное, безумно просто удобное кресло. И это магазин Практикер в Греции. Журнальный столик – это Юск. Очень красивый. Я, кстати, видела, рядом здесь есть один салон парикмахерский. У них такой же столик, но там как-то он не очень смотрится. Дома все-таки он смотрится намного круче. Он был со скидкой. Евро за 60, по-моему, я выбрала. У нас есть камин. Камин называется... Мы тоже брали в Греции. Камин называется Dimplex DF32. С цифрами вся информация тоже будет, и вы ее сейчас тоже увидите. Стоил он 750 евро. Он электрический, но его можно также включать на обогрев. Я вам давайте сейчас включу, покажу. Здесь можно регулировать скорость огня, можно регулировать подсветку, чтобы была светлее, темнее. С пульта можно это все включать. Ну, в общем, вот такой замечательный камин. Включаем до сих пор вечером. Такую, знаете, как подсветку для уюта дома. Эти люстры я брала в нашем магазине в Пиргасе. Магазин Astron. Тоже напишу, где брали, но у них есть бренды. Я, к сожалению, не могу найти чеки. Вернее, в чеках я не могу найти названия этих люстр. Ну, в общем, если вы в Греции, девочки, посмотрите на скруджи, наверное, и вы, может быть, найдете такие же. Далее, ковер. Я вам буквально видео или два назад показывала. Вот сейчас вы видите, он немного темнее, потому что от освещения смотрится. Ковер у нас вот этот серо-белый. Кулис Фэмили. Магазин находится в Патриевне. Если смотреть в интернете, то очень, ну, немного, несколько магазинов продают. Роял Карпит. И размер 160 на 230. Я вам тоже оставлю информацию. Далее, если помните, я вам показывала вот эти столики из массива акации на железных ножках. То есть один вот этот повыше, второй такой же пониже. Магазин называется Моисис. Да. Столики классные. Я их перемещаю по квартире везде, то есть где мне нужны они в данный момент. И они очень устойчивые. Ну, в общем, они безумно красивые, стильные. Большинство декора, то, что стоит здесь, это магазин Практикер. Тоже показывала вам, рассказывала в отдельных видео. Данный постер, он у меня стоит временно здесь. Он у меня вообще идет в спальню. То есть в спальне у меня будет три постера, вот таких больших, 50 на 70. Сами рамочки я покупала в Икеа, а постеры заказывала с Алиэкспресс. Если я найду эти ссылки, я вам оставлю тоже в инфобоксе. Ковер, который у нас стоит под столом и стульями, это ковер H&M Home, джутовый ковер. Размер у него 140 на 2 метра. А всеми полюбившийся стол из акации, тоже вот такой, знаете, необработанный особо, со стульями. То есть это все мы брали с магазина HomeMarkt в Греции. Далее, пойдемте сюда, где у нас такая мини-прихожая получилась. Вешалка деревянная для верхней одежды. Это магазин Practiker тоже. Стул вот этот очень старый. У них единственное, мы меняем время от времени чехлы. Это стул Ikea. Письменный стол Yusk. Тоже был на скидках, недорого получился. Очень такой, ну, небольшой и стильно выглядит. Торшер Ikea. И вот это зеркало круглое Ikea и называется модель Stockholm. Есть в светлом оттенке, мы взяли в темном. Далее, тумбочка для обуви. Это тоже в Греции магазин Ravenna. И, девочки, во избежание, может быть, вопросов про телевизор, по телевизору у нас Panasonic Smart TV. То есть там есть интернет, всякие, я не знаю, игры, там все подряд. И это у нас Panasonic на 50 инчей. Да, 50 диагональ. Ну и за этими стеклянными зеркальными дверями у меня гардеробная. Если вы смотрите впервые. Здесь у меня еще вот это на выброс кое-что. Опять принесли с другого дома. То есть я здесь еще не до конца разобрала. Вся, вся вот эта вот гардеробная, это система PAX IKEA. То есть и шкаф. А, шкаф вот этот, где я храню обувь, это вообще шкаф для книг. Билли называется. А все остальное это PAX IKEA. Будет отдельное тоже, будет отдельное видео по организации, как рум-тур, да. А здесь пока вот это вот все. Девочки, мы пришли на нашу кухню. Я потихоньку начинаю здесь наводить порядок, организовывать. Выглядит так. И что у нас здесь тоже? Вопросы какие возникали. Кухня у нас под потолок, сделанная на заказ теми же мастерами, что делали нам мебель под телевизор. То есть то же самое. Единственная столешница, это у нас вот искусственный камень. Это делал уже другой мастер, но опять же с нашего города. Светильники. Вот эти трековые светильники у нас покупали, заказывали в магазине в Греции Ergotel. То есть тоже оставлю вам ссылочку. Я не знаю, какие модели у них, потому что, ну я не могу сейчас это нигде найти, но в принципе вот эти модели светильников, они есть похожие, они различаются, если вот что-то другое хотите, они есть разные по размеру, черные, белые. И также вот эти рельсы, да, есть тоже черные, белые. Эта люстра у нас магазин Кавказ, которая у нас над столом обеденным. Стол у нас Deco2.gr, это тоже греческий магазин. Стулья у нас Yusk. Они были тоже на скидках, розовые, но я говорю, что-то они мне не очень так нравятся сейчас, но пока, да, пока стоят. Табуреточка моя незаменимая вещь на кухне, это Ikea, ей уже 100 лет, но вот она у меня всегда в ходу. На полу был у нас ковер в офисе, когда у меня был магазин, и он лежал у меня там. Потом у него размер 3х2 был, но мы его сюда на кухню принесли, почистили, то есть он здесь у меня хорошо вписался. Единственное, мы отдавали его, чтобы отрезать немного с одной стороны, то есть сделали 2х2,50, по-моему, да, сантиметров 50-60 мы его отрезали. И давайте немного по технике, да, пройдемся. Холодильник у нас вот такой большой, огромный вместительный, Бломберг. Морозильная камера у него снизу, кстати, очень удобно. Черный глянцевый, единственное, знаете, видно, да, вот здесь вот есть, остаются все-таки пальчики. Как бы аккуратно не относился к этому, но раза 2-3 в день я протираю, и Йоланда также, дочка тоже берет средство, бумагу, либо тряпочку какую-нибудь и протирает от пальчиков. Далее, встроенная у нас микроволновка и духовка, называется Тека. Привет, я здесь, да, хожу со списочком, со своим. Тека, далее, плита у нас, Пицос, вот, кстати, мне надо купить еще средство специальное для очистки, потому что ничем она не чистится, то есть, если что-то пригорело, не пригорело, ну, в общем, какие-то капли, нужно специальное средство и скребок. И вытяжка у нас тоже Тека, белая, она никуда не вытягивается сюда, ну, вернее, вот сюда, не, на себя я не могу ее потянуть, то есть, она у меня вот здесь встроенная прям в мебель, тоже Тека. Раковина белая. Вот, девочки, кстати, вот эти вот роллы, шторы, тоже заказывали у нас здесь в местном магазине, но это как бы, я не знаю, готовые можно купить, но мы заказывали вот именно под наш размер, на две шторы, на окно, и одну такую, на балконную дверь, которая идет в пол. И далее, самый-самый такой популярный вопрос, самый популярный вопрос насчет кухни, из чего у нас сделан фартук. Видно, да, вот так издалека, с этой стороны, такой глянцевый, немного, здесь выполнен под дерево, бежево, ну да, если так смотреть, одним цветом, одним словом сказать, что это бежевый цвет, давайте под другим углом тоже вам покажу, с этой стороны, но опять же, посмотря при каком освещении, ну в общем-то, этот, эти плитки, они бежевые, и называются они, фартук стена, так вот у меня написано, размер 60 на 120, одной плитки, называется Dual White, Restified Polished, тоже подпишу вам. по поводу декора, по поводу вот этих маленьких вещей, я вам тоже уже рассказывала, где, что, откуда, но если вы не помните, не видели, то пишите в комментариях, я вам тоже отвечу. Кофе-машина, кому интересно, Espresso Cup, очень классная кофе-машина, именно для дома, это итальянская, и она достаточно дорогая, то есть она не из дешевых, но кофе у нее классный. В коридоре в нашем, то есть между гостиной и кухней, у нас идет вот такой коридор, здесь у нас встроенный огромный шкаф, с зеркалами полностью, от пола до потолка, это гардероб мужа, и тоже был сделан на заказ, тем же мастером, что делал нам и кухню. Двери, кстати, тоже этот же мастер делал, это котика домик. Сейчас маленькую ванную, туалет я пропустила, потому что там ничего особо такого, рассказывать нечего, а в большой ванной у нас стоит лестница, держатель полотенец, эта лестница у меня, по-моему, с Леруа Мерлен, или с Юзка, нет, вот эта, по-моему, с Юзка, вторая с Леруа Мерлен, потому что у меня их две, и я не помню, какая из них откуда. Ну, в общем, лестница есть и в Леруа, и в Юзке. Стоят в Леруа, они, по-моему, дешевле, чем в Юзке. Тумба тоже с местного магазина, вот эта мебель, но дальше я вам ничего не покажу, потому что я проведу вам отдельный рум-тур по ванной, там красота, интрига, да. Единственное, здесь вот эта тумбочка, но я вам ее тоже вот буквально недавно показывала, это тумбочка-лесенка, из магазина Практикер. Сейчас мы зашли вот в Йоландину комнату, она здесь сидит. Привет! Че ты с камерой? Привет! Снимаю видео. Насчет кровати. Йоланда, посиди спокойно. Кровать Йоландии мы взяли метр сорок на два, но вернее у кровати размер сто сорок на два десять, потому что там учитывается плюс спинка. магазин Эндос, Греция. Называется кровать Вирджин Алкала. Тоже подпишу вам. Матрас тоже брали в Эндос, он высокий, но я здесь его уже заправила. Сильно высокий. Да, сильно высокий, ортопедический. Постельное белье сейчас вот мы положили новое, это Сьюзка брали. Говори. Это кровать для тех, кто не может слишком низко. Да. Очень классная кровать, удобная, Йоланда? Да. Спится хорошо. Да. Торшер у Йоланды стоит, это Икея. И у меня еще стоит три ловца снов. Да, и три ловца снов, это Джамбо. Я миска. А на стороне вот этой, на стене, у нас просто огромнейшее зеркало, тоже было у меня в офисе, и делал тот же мастер, что делал нам двери, мебель, то есть тот же человек. Здесь стоят вот такие, такой шкаф, он раньше у меня был мой, там у меня лежала техника и вот такая полка. Это все Икея. Мы принесли с прошлой нашей квартиры, здесь еще пока, как вы видите, ничего не организовано, ничего нет, так как еще не все перевезены вещи. У Йоланды письменный стол Юск. Удобный, скажи? Сильно, очень. Сильно, очень удобный. Стул, я не помню, насколько я, вот, мне кажется, это стул Икея, крутящийся, потому что я у мужа спросила, он тоже не помнит, потому что он у нас уже давно был, этот стул, и, да, до сих пор пользуемся. Лампа волшебная. Волшебная. Не ломай, не ломай ее. Волшебная лампа это практикер, то есть регулируется и верхняя часть, и здесь нога регулируется. Шторы, тюли, везде мы заказывали с магазина New Home в Греции. Тоже все подпишу. Кондиционеры я вам не буду говорить, потому что я сама без понятия, какие это фирмы, и мне это не интересно. Так, люстра. Это у нас в Греции магазин Кавказ с электроникой с разной. И на полу у нас лежат вот эти вот коврики, по-моему, они Рэббит, как-то так называются, Леруа Мерлен. Я люблю делать на них кемат. Да, они такие, знаете, гладкие и мягкие, в общем, тепленькие, классные. И вот такого ангела Йоланда себя делает. У Йоланды тоже, она вот принесла себе один стул, юск, в гардеробную, и гардеробная у нее тоже система PAX. И здесь переодевается. Да, переодевается, здесь сидит, и приготовляет одежду на следующий день, тоже кладет на стул. Да, игрушки пока неорганизованы. Вот так, все, закрывай бардак. Это пока еще будем разбираться с этим. Девочки, заходим сейчас в нашу спальню. Не обращайте внимания на вот это постельное белье. Йоланда, я не знаю, у меня почему-то молодный цвет. Да, я не знаю, вчера почему-то вытащила это постельное белье, и Йоланда вчера весь день просто весь день просто смеялась до истерики, что болотный цвет болота. Жабы болотные. Жабы болотные. В общем, да, цвет отвратительный, он не подходит абсолютно. Йоланда, слезь отсюда. На красивую кровать. Не подходит абсолютно для этой комнаты, для этой кровати, но пускай пока побудет так, пока я не куплю что-нибудь новенькое, либо не разберу, опять же, потому что я здесь в этот шкаф убирала вот в эти коробы постельное, но там, я не знаю, надо искать в итоге, а я вчера это все делала быстро, перестилала постель, поэтому попалась вот это, ну все. Кровать. Кстати, шкаф у нас этот, который не поместился в гардеробную Йоланды, это Икея. Та же самая система Пакс Икея для гардеробных. Тумбочка со стороны мужа не смогли найти, что за магазин, я не знаю, просто какой-то маленький магазин в Греции. Светильник вот этот маленький, это практикер и вот этот торшер с такими белыми шарами. Сейчас посмотрим торшер Фотестика Фо Ю и тоже оставлю вам название этого сайта. И, кстати, вы видите, у меня здесь маленькое-маленькое место, один из столиков из дерева пришел ко мне сюда пожить, и самое главное наша кровать. Откуда наша кровать? Тоже заказывала по-моему в Афинах магазин, если я не ошибаюсь, Zata Home. У кровати вот такие пуфы вокруг по периметру и спинка. Спинка не очень высокая, у меня здесь просто такие вот большие подушки еще лежат и они ее практически закрывают. Zata Home тоже цвет можно свой выбрать и у нас поднимается матрас и там есть такое место для хранения просто огромнейшее. Матрас тяжелый, кровать тяжеленная, немного сейчас в розовинку отдает кровать, но цвет такой светло-светло-серый, бархатный. и размер кровати 160 на 2 размер, но она больше, потому что вот за счет вот этих пуфиков. И стоимость этой кровати 1100 евро без матраса, потому что матрасы обычно отдельно продаются и у нас ортопедический матрас брали в магазине Endos тоже в Греции и он был какой-то недешевый и тоже размер высоту матраса я выбирала сама, то есть самую-самую максимальную, она у нас по-моему 32 сантиметра. Далее здесь тоже у нас лежит такой небольшой коврик, такой же как у Йоланды в комнате из Леруа Мерлен и маленький столик Икея, где столик-хардинка, мы здесь просто пока складываем одеяло, такие покрывала, вот то, что если вечером кто-то вдруг захочет укрыться, то есть они там. Постеры, постеры это тоже Алиэкспресс, то, что я вам говорила, пришли наконец-то, так долго шли, три месяца, и рамочки это Икея. Пока не висят, но вот три постера пойдут у меня вот здесь, вот где изголовье кровати. Опять же, шторы это Нью Хоум, везде шторы это Нью Хоум, магазин зеркало, у нас уже сто лет ему, мы его принесли сюда, но, да, я даже не знаю, откуда оно. И вот эта тумбочка, это Икея, ну и, собственно, вот эти ящики тоже Икея. Забыла показать вам тоже люстру, это магазин Астрон у нас в Пиргасе. Сейчас мы заходим в мой офис, то есть, это комната не жилая, это комната моя, где я делаю макияж, где я храню свою какую-то технику, то есть, вот моя такая рабочая комната, да, рабочий кабинет. Еще не до конца все сделано, еще здесь даже эхо, прям такое сильное, я чувствую, и что здесь у меня стоит вот из мебели тумбочка Икея, просто такая металлическая, белая, но я туда положила все, что такое, знаете, техническое, принтер там даже уместила, то есть, в рум-туре я вам тоже все покажу, как я что здесь делаю, а вот эта тумба, это тоже Алекс, Икея, всем знакомый, у всех есть просто, по крайней мере, у всех блогеров вот что-то такое есть, стол письменный, это тоже Икея, но единственное, мы здесь, так как у меня столешница здесь уже покосалась вся, мы поставили сюда такое, заказали, белое стекло, со стеклом, очень красиво смотрится, и очень, ну, практично, свет, монро ламс, вот эти вот светильники, такой как гримерный свет, видите, тоже давно-давно мне присылали, вернее, я с ними как сотрудничала, знаете, 50% у меня была скидка, то есть, 100 лет назад они мне уже присылали эти светильники, но вот до сих пор они у меня, ну, уже сколько лет, 5 они у меня уже еще вот работают, зеркало это Икея, тоже старенькое, дальше, вот этот стол, который я поставила под компьютер, это Юск, цветок растения тоже пока стоит здесь, это практикер, магазин Греция, жалюзи, вот сейчас отсвечивает, но здесь вот висят жалюзи у меня, тоже это греческий наш местный магазин, второе кресло, такое же, как в гостиной, практикеры, круглый, джутовый ковер, это Zara Home, двухметровый, 2 метра диаметр, и стул прозрачный, там шкурка лежит, это шкурка Юск, прозрачный стул, даже не знаю, какой магазин, потому что тоже брали давно, просто в интернете можно написать прозрачный стул, и вам выйдут разные-разные варианты, и вот я вам говорила, что у меня две лестницы, вот эта лестница, по-моему, это лестница у нас с Leroy Merlin, а ванны у меня с Юска, и по-моему, эта лестница, она немного побольше, вроде как, да, пока стоит здесь, я особо здесь ничего пока не меняла, вот эти два пуфика, это тоже Икея, и вот эта корзина, плетеная, тоже Икея, маленький торшерчик, маленький свет, это практикер, девочки, еще одно зеркало, смотрите, я здесь появлюсь, да, это тоже зеркало, которое делал нам мастер, то, что делал нам и кухню, и шкафы, и зеркала, то есть, тот же самый мастер, это зеркало уже поменьше, не как у Йоланды, и оно тоже идет в пол, и последняя комнатка, то, что у нас в доме, это кладовка, это наша стиральная комната, комната для стирки, я вам тоже показывала здесь организацию, единственное, здесь добавились вот эти тазики зеленые, принеслись с прошлой квартиры, они тоже старые, мы туда выгружаем обычно мокрое белье, перед тем, как засунуть в сушильную машину, да, либо разобрать потом белье, я их тоже в дальнейшем поменяю, на какой-нибудь белый, либо серый цвет, ну, потому что это отвратительно, вот так смотрится, из техники у нас сушильная машина Veko, Veko или Veko, вот так, да, называется на 8 килограмм, хорошая сушильная машина, просто огромный барабан здесь тоже, уже много лет, но ее нужно почистить, я не знаю, чем почищу, наверное, пароочистителем, а далее, стиральная машинка, вот у нас новая, на 13 килограмм, хувер, и еще здесь у нас находится вот этот шкаф, который я вам тоже показывала, это юзк, он вообще этот шкаф для книг, органайзер, вот это вот все тоже с юзкой я брала, но это вы уже видели, либо посмотрите предыдущее видео. Итак, девочки, на этом все, я надеюсь, что это видео вам было полезным, информативным, потому что очень много, действительно, очень было много вопросов, так что, если еще что-то хотите спросить, не стесняйтесь, спрашивайте, и с вами сейчас прощаю, всем большое спасибо за просмотр, если вам понравилось это видео, то ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, а мы увидимся с вами в следующем видео, всем пока-пока и до новых встреч!